Здравствуйте, уважаемые студенты! С вами преподаватель профессионального русского языка Алматинского экономического колледжа Сардарова Зарины Исмаиловны. Тема урока – речевой этикет. Этикет от французского ярлык – этикетка. Совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к людям, обхождения с окружающими, формы общения, манеры и одежда. Речевой этикет – это система правил речевого поведения и устойчивых формул вежливого общения. Этикет речевого общения играет важную роль для успешной деятельности человека в обществе, его личностного и профессионального роста, построения крепких семейных и дружеских отношений. Для овладения этикетом речевого общения требуются знания из различных гуманитарных областей – лингвистики, истории, культурологии, психологии. Для более успешного освоения культурных навыков общения используют такое понятие, как формулы речевого этикета. В цивилизованном обществе особую ценность представляют тактичность, доброжелательность, терпимость, предупредительность, выдержанность. Тактичность – это этическая норма, требующая от говорящего понимать собеседника, избегать неуместных вопросов, обсуждения тем, которые могут оказаться неприятными для него. Предупредительность заключается в умении предвидеть возможные вопросы и пожелания собеседника, готовность подробно проинформировать его по всем существенным для разговора темам. Терпимость состоит в том, чтобы спокойно относиться к возможным расхождениям во мнениях, избегать резкой критики взглядов собеседника. Доброжелательность необходима как в отношении к собеседнику, так и во всем построении разговора, в его содержании и форме, в интонации и подборе слов. Составляющие акта общения – начальные формулы общения, формулы представления, официального и неофициального приветствия. Основная часть – формулы пожелания, приглашения, поздравления, просьбы, совета, рекомендации и отказа. Формулы, используемые в конце общения – формулы прощания. Формулы представления. При обращении в учреждение по телефону или лично возникает необходимость представиться. Супругов представляют вместе – фамилию, имя жены, имя мужа. По всем правилам представлять надо младших, старших, подчиненного начальству, мальчика, девочек, приятеля или подругу, независимо от возраста родителя. Если кого-то знакомят с мужчиной, то мужчина должен встать, а вот женщина может сидеть, за исключением случая, когда ей представляют старшую по возрасту женщину. Представляя кого-либо, следует не только назвать его фамилию, но и кратко охарактеризовать. Если знакомим двух людей одного возраста, то сначала называем того, кто нам ближе – родственника. Формулы приветствия. В помещении здоровается первым тот, кто входит. Проходящий мимо здоровается первым, независимо от возраста, когда кого-либо обгоняет. Если увидели в окне или на балконе знакомого, надо поздороваться легким поклоном, а не кричать на всю улицу. Когда обращаетесь с просьбой к незнакомым людям, принято здороваться. Здороваемся и прощаемся с соседями по столу в кафе или ресторане, у врача, в ложе театра, в магазине. Мужчина здоровается с женщиной первым, даже если сам находится в обществе других женщин. Женщина здоровается первой с женщиной старше себя. Формулы приглашения и поздравления. Формулы просьбы, советов и предложений. Формулировка отказа. Формулы прощания. Уважительное отношение к участникам разговора. В традициях речевого этикета запрещается присутствующих говорить в третьем лице. Он, она, они. Таким образом, все присутствующие оказываются в одном наблюдаемом пространстве речевой ситуации. Пустое вы, сердечным ты, она обмолвясь, заменила. Обращение на «вы» свидетельствует о большей вежливости к незнакомому-малознакомому адресату в официальной обстановке общения при подчеркнуто вежливом, сдержанном отношении к адресату, к равному и старшему по возрасту положению адресату. Обращение на «ты» свидетельствует о меньшей вежливости к хорошо знакомому адресату в неофициальной обстановке общения, при дружеском, фамильярном отношении к адресату, к равному и младшему по возрасту положению адресату. Таким образом, речевой этикет позволяет устанавливать нужный контакт с собеседником в определенной тональности, в различной обстановке общения, отражать разный характер взаимоотношений общающихся. Выполним задание. Задание номер один. Разыграйте следующие роли. Вы знакомитесь с руководителем ресторана, куда вы приняты на работу. Вы – участник кулинарной научно-практической конференции. Познакомьтесь со своим коллегой, соседом по гостиничному номеру. Задание номер два. Оцените собственную коммуникабельность и задайте себе следующие вопросы. Умеете ли вы так поздороваться или о чем-то спросить, чтобы человеку было приятно ответить вам? Способны ли вы вызвать интересы чувства доверия? Если с вами грубы, находите ли вы ответную реакцию помимо собственной грубости? Есть ли у вас способность спокойно осадить грубияна, сделать его по неволе вежливее? Умеете ли вы вовремя пошутить, разрядить накаленную обстановку? Умеете ли вы прервать разговор, но так, чтобы собеседник не обиделся на вас? Умеете ли вы отказать в чьей-то просьбе, но не вызвать при этом враждебности? Умеете ли вы попрощаться, но так, чтобы вас хотели видеть еще раз? Спасибо за внимание. До свидания.